и переходим к самому вкусному, самому сладкому, это декоративная косметика, здесь у меня самый мой большой фаворит, который у меня появился в 16-м году, это палетка моя от Tarte, это Tertelet in Bloom, это вот вторая палетка, которая у них появилась, у меня был отдельный обзор на эту палетку, я также вам ссылку обязательно оставлю на этот обзор, я там снимала именно обзор, рассказывала о палетке, также показывала макияж с этой палеткой, такой незатейливый, красивый осенний макияж, в общем, если интересно, выходите, это лучшая универсальная палетка, с помощью которой вы сделаете абсолютно любой макияж, и дневной, и вечерний, при добавлении каких-то ярких там оттенков, индивидуально там абсолютно по вашему вкусу, вы сделаете просто бомбический макияж, здесь подборка оттенков, она просто заслуживает отдельного, просто плюсок к армии создателям, потому что здесь и теплые, и холодные оттенки, такой микс, с помощью которого вы сделаете макияж, и блондинки, и брюнетки, и рыжий, и с холодным подтоном кожи, и с теплым, и все это будет смотреться просто вау, стойкие тени, очень удобные в работе тени, просто лучшие тени, которые у меня были, это именно эта палетка, я ее обожаю, люблю, она также не очень большая, вмещается, в общем-то, в косметичку, если нужно куда-то поехать, также у нее потрясающее оформление, не устаю говорить, как я умиляюсь над оформлением, все-таки, если палетка, которую выбрать стоит, это, наверное, Tarte, приклятитесь к Tarte, эти тени, они немного суше, чем Urban Decay, то есть вот Urban Decay, я люблю Нежной Любовью за их такие масляные текстуры, здесь все-таки посуше, но вот эта палетка, она просто покорила мое сердце в этом году, дальше пойдем по глазам, также, так как продуктов немного, много, моя любимая тушь в этом году, это L'Oreal, All in Million Lashes, Филин, взгляд кошки, я не устаю повторять эту фразу, это гениальная тушь, она мне больше всего нравится на данный момент, из всех тушей этой серии, в общем, они все неплохие, но это прям вот, вообще, бомба, у нее такая щетка-ложечка, силиконовая кисточка, до этой туши я не особо доверяла силиконовым кисточкам, но это просто взорвало мой мозг, и она лучшая тушь, во-первых, она снимается чулочками, то есть проблемы с демакияжем просто нет, она смывается теплой водой и снимается чулочками, у вас не будет вот этих эффектов панды какого-то на лице, также она в жару, во влажную погоду не оставляет следов на верхнем веке, она не осыпается, лучшая тушь просто, она подкручивает реснички, поднимает их вверх, взгляд делает более распахнутым, можно варьировать, можно наслаивать, можно сделать и легкие пушистые реснички на каждый день, можно сделать драматический макияж, взгляд, ресницы на выход, с ней легко работать, потому что кисточка действительно очень удобная, очень быстро к ней привыкаешь, лучшая тушь советую, очень советую, из продуктов для бровей, что именно появилось в 16-м году, и что я советую, это карандаш от Shiseido, у них, в общем-то, по-моему, там один карандаш для бровей, Natural Eyebrow Pencil, но он там, по-моему, один действительно, у меня тенок BR602 Deep Brown, здесь он двухсторонний, то есть с одной стороны у него такая кисточка, она не стандартная, не расческа, а именно вот кисточка для растушевки, кстати, неплохая кисть, здесь у нас сам карандаш, карандаш гениальный, суперский, он очень-очень стойкий, он крутого, холодного оттенка, он не уходит в какую-то серость инородную на лице, при этом он не уходит в коричневый, то есть если вы именно имеете холодный подтон цвета волос, это будет лучший для вас карандаш, он хорошо держится и на голой коже, он хорошо ложится на тональный крем, он никуда не девается к концу вечера, он не течет, не размазывается, вот вы с утра нанесли его, нарисовали бровки, даже если у вас бровей нет, вы нарисовали брови, подтушевали именно границы, чтобы это выглядело натурально, и ваши брови останутся с вами до самого вечера, я этот карандаш тестировала на голую кожу, у меня на лице ничего не было, кроме бровей и ресниц, когда я поехала в Москву, там была жара плюс 35, карандаш держался как прибитый до самого вечера, то есть у меня уже и туши, в общем-то, не особо, что у меня на лице было, потому что мы там около фонтанов сидели, брызги летели в лицо, но карандаш для бровей у меня остался в первозданном виде практически, поэтому кто ищет стойкий продукт для бровей, вот, вот он, единственное, что он восковой, то есть если вы любите более пудровые продукты, с которыми легко работать, легко тушевать, но которые не стойкие, это не ваша тема, здесь придется потрудиться при нанесении, потому что он достаточно твердый, и нужно именно вот подольше потрудиться именно с прорисовкой, но конечный эффект это просто бомба. Следующий продукт от Shiseido это консилер, это мой любимый консилер, также на протяжении уже не первого года, но решила вам все-таки еще раз показать, повторение мать учения, консилер обалденный, потому что он подсвечивает зону вокруг глаз, он не сушит зону вокруг глаз, помимо этого он легко наслаивается, то есть если вы в конце вечера понимаете, что чуть-чуть сошел он под глазами, чуть-чуть нанесли, также вбили пальчиком, и будет все идеально смотреться, также, что самое главное, здесь большой объем, здесь 3,8 мл. Во всех остальных продуктах люксового сегмента по 2-2,5 мл. Он медленно расходуется, его надолго хватает, у меня 102 оттенок Light, он очень универсальный, то есть если будете смотреть именно данный консилер, попробуйте именно 102, я думаю, что подавляющему большинству девчонок, проживающих в России, со стандарта славянской внешности подойдет 102 оттенок, потому что если вы такая, как я, он будет чуть светлее подсвечивать область под глазами, если вы более светленькая, он будет вообще как влитой, идеально, не будет инородно как-то смотреться на лице, он идеально подстраивается под тон кожи. Очень советую, очень хороший консилер под глаза. Следующий продукт, тоже в этом году я с ним познакомилась, наконец-таки спустя 150 отзывов на YouTube, это база от Clorans и Cloud Minute, у меня в 01 оттенке Rose. База просто шикарная, потому что она увлажняет кожу. На эту базу любой тональный крем ляжет идеально. И самое, что главное, она дарит комфорт коже, особенно это актуально в мороз, потому что у меня и без нанесения данной тональной базы, тональный крем, он как-то скухоживает кожу, стягивает ее, но эта база, она не дает как раз-таки это сделать, мне абсолютно комфортно. При этом она очень деликатно подсвечивает кожу, я летом иногда наносила просто эту базу на лицо, и больше ничего, она преображает кожу, делает ее очень красивой, дает очень красивое сияние. При этом тональный крем на нее ложится просто идеально. Она, как сказать, она дает ему именно вот ту ровную поверхность, на которую он ложится просто вообще. Совместно с любым тональным кремом, она просто вывозит любой тональный крем, потому что кожа действительно смотрится на миллион. Пока что лучшая тональная, лучшая база, вот мой мастхэв в этом году, и я ее очень сильно обожаю, использую каждый день, не забивает поры, тональный крем с ней держится так же долго, как и без нее, потому что у меня с метеоритами тональный крем сползал намного быстрее, эта база не дает такого эффекта, при этом она увлажняет лицо, дает комфорт необходимый, необходимое увлажнение, поэтому также очень советую. Чтобы далеко не уходить, также Oclorance, мой любимый блеск, мой любимый продукт для губ. Я люблю помады, конечно, больше, но почему-то всегда, когда нужно быстро нанести что-то на губы, что подойдет абсолютно под любой макияж, что сейчас на мне этот блеск-бальзам. Обожаю, у меня уже это не первый блеск-бальзам именно из этой серии, у меня на данный момент это восьмерка, да, это восьмой оттенок, называется так же Gliad Minut, супер просто блеск-бальзам, который убирает абсолютно все шелушения с губ, он ухаживает за губами, при этом бомбически смотрится, и подойдет под любой макияж, можно нанести не глядя просто, суперское средство, очень мне нравится, и действительно очень-очень советую, потому что это лучший блеск, который у меня был, потому что он и не липкий, и увлажняющий, и круто смотрится. Следующий продукт, с которым я познакомилась в 2016 году, также много уже от меня вы слышали положительного о нем, это V-Contour от марки Maybelline. Maybelline в этом году выпустила много бомбезных продуктов, но вот это просто must-have, это кремовый контур в стике, здесь два оттенка, это хайлайтер кремовый и кремовый скульптор. У меня 0,1 оттенок, берите 0,1, 0,2 лажа полная, не знаю, для кого они его выпустили, но вот 0,1 оттенок это просто бомба. Это лучший кремовый скульптор, просто вообще из бюджета точно. Стоит порядка 300 рублей, при этом работать с ним очень-очень легко, вы можете даже пальчиками растушевать. Он идеального оттенка, очень круто смотрится, очень легко с ним работать. На тональный крем он не ложится пятнами, он очень легко наносится, очень легко растушевывается. Дает идеальную коррекцию лица, который не будет выглядеть, как будто вы что-то себе нарисовали. Ваши скулы будут выглядеть такими, как будто вы с этими скулами родились. Очень натуральная, красивая тень, поэтому советую. Очень крутой эффект дает, и с ним реально приятно работать. Суперский скульптор мне очень нравится. Последний продукт для лица, это метеориты. Да, я много слышала негатива о метеоритах, но я за этот год поняла, что это, наверное, единственная пудра, нет, еще у меня есть одна пудра, финишная я использую ее на вечер, вот Smashbox, такая белая транспаратная пудра, но вот пудра на каждый день, которую я использую, это Guerlain. Сколько бы я ни пробовала пудр, они все мне сушат лицо, они мне все скупоживают лицо, при этом после этого у меня сразу же появляется жирный блеск, я не знаю, с пудрами я не дружу. Но это единственный такой вот продукт пудренный, который, с одной стороны, очень хорошо держит жирный блеск на моем лице, то есть не дает ему появляться очень долгое время, при этом подсвечивает лицо, и при этом не дает именно вот этого вот противного засушивающего эффекта, который мне дают все пудры. У меня была лимитка, ей уже много, много-много лет, я думаю, что когда эта баночка у меня закончится, я правда не знаю, когда она у меня закончится, я обязательно приобрету себе опять же метеориты. Мне этот продукт нравится. Единственное, что мне в нем не нравится, это вот этот вот позорный спонж. Компания Guerlain, замените этот спонж. Вот все хорошо, все люксово, но не спонж. Вот спонж, это единственная претензия к данному продукту, баночка удобная, все классно, она очень круто смотрится на туалетном столике. Для меня эта пудра must have. Я знаю, что многие ненавидят за то, что очень много блеска, очень много блесток, они явные. На моей коже, это мое субъективное мнение, этот продукт смотрится лучше, чем любая другая пудра. Я на своем лице больше приемлю сияние, больше приемлю удобоваримые все-таки блестки. Я считаю, что все-таки блестки в метеоритах на моей конкретно коже, они смотрятся адекватно, нормально, их не так видно. При этом кожа подсвеченная, красивая, и мне с ними комфортно. Мне просто с ними комфортно. Я очень люблю метеориты, использую их периодически и летом, использую их всю зиму. Мне очень нравится именно зимой этот эффект. Лучший продукт просто для меня, из всех пудр, которые у меня были. И напоследок я вам расскажу про три свои кисти, которые появились у меня также в 2016 году, и которые для меня на данный момент must have. Две из них от Valery Day. Я знаю, что я задолжаю вам видео про любимые кисти. Оно обязательно будет. Я думаю, что в будущем, в 2017 году, обязательно будет про любимые кисти. Поэтому долго сейчас разглагольствовать не буду. Покажу вот три кисти, которые действительно стоят. Внимание, вот прям вот вообще стоят. Это кисть, такая кисть-свечка. Я найду номера, обязательно подпишу в инфобоксе. Это вот такой аналог маковской кисти. Работает просто идеально. Она идеально работает и с метеоритами, идеально работает с моей транспарантной пудрой. Идеально работает с любой пудрой. Просто для меня лучше кисти для пудры нет. Она идеально наносит, распределяет продукт по лицу. Она не разводит ничего, не... Как называется? Когда кисти, они вот как... Очень сильно раскапывают продукт, пылят, поднимают все вот так. Вот здесь такого эффекта нет. Она очень мягкая, очень крутая. С ней очень легко работать. И действительно, кисть обалденная. Следующая кисть также от Валериде, это... Как он называется? Копытца. Форма копытца. Это гениальная кисть для растушевки. Особенно с ней мне нравится прорабатывать именно уголок. Мне нравится прорабатывать складку. Эта кисть из разряда, она вам все растушует, как будто бы вы Елена Крыгина. При этом вы не прилагаете абсолютно никаких усилий со своей стороны. Ну, естественно, конечно, да, мы все делаем правильно, вот как бы... Возим все в правильном направлении, но, в общем-то, с этой кистью вы растушуете абсолютно любые тени так, как вам надо. Получите абсолютно любой эффект. Мне эта кисть безумно нравится также. И последняя кисть, это все-таки уже такое удовольствие не из дешевых, это MAC. MAC 159. Я обожаю эту кисть за ее многофункциональность. Вот она у меня даже такая прям... Честно, уже так поздно. Я очень поздно снимаю сегодня видео, и не было ей темно, простите меня. В общем, кисть просто гениальная. Она работает и с пудровыми продуктами, она работает и с кремовыми продуктами. Этой кистью вы растушуете все на лице. Я особенно люблю эту кисть использовать для скульптора, и также я ее использую для консилеров от глаза. Она очень мягкая, очень приятная. С ней еще очень многие любят использовать кремовые румяна, растушевывать. Я просто не фанат кремовых румян. У меня нет. Я не хочу покупать пока. Ну, возможно, я куплю в 2017 году. У меня будет кремовый румяна, я буду теститься этой кистью. Ну, в общем, кисть очень многофункциональная. Она очень хорошо работает. Больше вам ничего не скажу. Просто присмотритесь. Я очень довольна, что она у меня появилась, потому что, в общем-то, с помощью этой кисти по большому счету можно сделать весь макияж лица. Начиная от тонального крема, заканчивая, там, нанесением пудры. Уже финишной. Потому что кисть просто делает все. Это все продукты, которые я для себя выделила в моем 2016 косметическом году. Видео получилось безумно длинным. Я надеюсь, что вы дождались этого финала. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие продукты вы тестировали, какие вам также понравились, как и мне. Обязательно поделитесь своими любимыми продуктами в этом году в комментариях. Я все прочитаю. Обязательно составлю свой виш-лист на будущий год, что мне прикупить по вашим советам. Всем желаю классных продуктов в будущем году. Чтобы нас, девчонки, радовала только косметика. Не было никаких огорчений. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграме, ВКонтакте. Заходите в группу ВКонтакте. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова